Тайский бокс Тайский бокс Тайский бокс И он, по сути, деморализует, он заставляет повышать энергозатраты, он вызывает так называемый ступор. И в итоге человек, показывающий какие-то чудовищные возможности, результаты в зале тренировочном, вдруг становится мишенью на ринге. Поэтому, по большому счету, спортсмены высшего спортивного мастерства – это люди, которые перешагнули через ограничения и ведут себя на ринге свободно и комфортно. Разница между спортивным поединком и поединком в реале? Наличие судей, как минимум. То есть наличие момента, когда вас кто-нибудь остановит. На улице никто никого не останавливает. Поэтому стереотипы тактические и психические на улице и на арене спортивной, порой, диаметрально разные. Здесь идет разговор о максимальном нанесении повреждений противнику, здесь идет разговор о выявлении победителя в рамках правил. Правила – это есть те самые рамки, через которые переходить некорректно, неприлично, аморально и все-все остальное. То есть куча сдерживающих факторов. На улице никто никого не держит, всем плевать. К сожалению, мы сегодня видим немодность мужественных проявлений в России. У нас население – это 40 миллионов человек, из которых 85% – это русские. И 110 миллионов человек смогли родить одного Федора. Но это как бы мало. И в этом виноваты только мы, тренеры. Что мы мало работаем, мы не прививаем, прежде всего, именно нравственные критерии того, что русский человек – это всегда герой. Если русский человек не герой, то, видимо, труп. Либо сегодняшний, либо завтрашний. И мы должны сделать какие-то сверхгигантские усилия для того, чтобы в наших залах было подавляющее число русских парней, которые готовы стать чемпионами мира. Я мечтаю о том, что на всех пьедесталах всей планеты стали русские парни. Для этого есть все основания. У нас очень хорошая генетика, потому что самая победоносная история в мире – это история России. Любая битва, то, что касается веры, она происходит в душе человека. Так вот, смирение происходит в душе. Солдат отличается от полча ровно одним. Он не испытывает сладострасти при убийстве врага. Афанасий Великий, отец церкви, Александрийский, сказал гениальную фразу. Убийство врага на поле боя – есть проявление доблести и чести. Вторая фраза. Блажен тот, кто душу свою за ближнего своего кладет. Это воинские критерии. Более того, Александр Невский, благоверный князь, Ушаков, Суворов говорил, я русский, православный, это прекрасно. Сергий Радонежский, благословивший на поле Куликова, войско, победивший АТАТА. Инок Пересвет, боярин бывший, убивший Челубея, взявший в руки оружие. Какие еще примеры должны быть, святоотеческие, для того, чтобы объяснить? Хорошо, Христос говорил, продайте плащ, купите меч. Когда что-то говорил Спаситель, он говорил прежде всего о духовном состоянии человека. Так вот, сладострасти, убийства, отрезанные уши в руках – это не наш метод. Мы люди добрые, потому что мы сильные. Любая злость и ненависть – это провинция слабости, это оружие дьявола. А мы с ним боремся. Православие или смерть. И только так, и никак иначе. Сильные люди не бывают злыми, потому что, как у Пушкина было, гений и злодейства – несовместимые вещи. Так и доброта, она есть проявление силы. То есть это доброта заслуженная, невынужденная. Быть очкариком 40 килограммов, в очках минус 7. И быть добрым, а каким он еще мог быть? Поэтому здесь идет разговор – будьте сильными, будете добрыми. Но никак не наоборот. Быть добрыми, а потом сильными. Не, неправильно. Вы сначала будьте сильными духовно, вы совершите свой духовный подвиг, духовный подвиг по-любому родит подвиг телесный, потому что нельзя стоять на месте в развитии, понимая, что развитие происходит постоянно. И потом вы станете добрыми. Вы будете прощать многое, будете носиться с теплотой и нежностью к людям, которые вас ненавидят. Потому что я Спаситель на кресте говорил – прости их, Отец Небесный, ибо не ведают, что творят. Прости их, Отец Небесный, ибо не ведают, что творят.